Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пишет девушка, 30 лет, говоря о том, что ни разу до недавнего времени не влюблялась. Желание, о чем не задумывалось, и ее это устраивало. Опыта в интимном плане тоже не было, она была обделена вниманием мыши. Также очень тяжело привыкать к людям в плане тактильного контакта. Меня постоянно преследует чувство стеснений, пишет она. Недавно она встретила человека, который запал ей в душу. Это был первый мужчина во всех смыслах, но столкнулась с проблемой закрепощенности в интимном плане, из-за чего мужчина предъявляет претензии, говоря о том, что его это не устраивает, и отношения из-за этого находятся на грани разрыва. А девушка пишет, что прикипела к нему, и теперь боится остаться зальна. Этот непонятный блок все рушит. Она спрашивает, как избавиться от него, как раскрепоститься, как почувствовать удовольствие от процесса. Честно говоря, мне немного неловко. Из-за того, что, как мне кажется, я буду говорить не совсем, скажем так, а поможем выспрашивать. Потому что, парадоксальным образом, в данной ситуации, мне кажется, проблематика заключается не в том, о том, что вы описываете. Хотя, хотя, там, безусловно, вас это может волноваться, беспокоить. Это правда. Но мне кажется, что проблематика заключается не в этом, а немножечко в другом. Вы пишете, шпион. Вы были обделены вниманием мужчин. Просто ли это так? Нет. Связано ли это с вашим стеснением? Да. Связано ли это с подавлением, подавлением вами, в себе, своей женственности, в какой-то степени, в каком-то смысле? Да. И, соответственно, можно говорить о том, что-то, что на первый план выходит не проблема сексуальной раскрепощенности, о которой вы говорите, а проблема выходит в том, что вот это стеснение, отделенность вниманием мужчин, вот, то, что вы как-то вот на этом фиксируете свое внимание. Вот. Это скорее именно, вот, на мой взгляд, проблема ощущения себя цельной и потребность в другом человеке как способ обретения цельности. То есть, как бы, через, вот, другого человека, в данном случае, на мой взгляд, вы пытаетесь обрести свою цельность, пытаетесь опереться на другого человека. Вы говорите о том, что мужчина запал вам в душу. Я думаю, это не случайно. Нет, конечно, это нормально, что кто-то нам западает в душу, но обратите внимание, что вы боитесь остаться в днях, но обратите внимание, что вы говорите, что прикипели к нему, то есть, привязали с в вашем случае, с учетом того, что вы были обделены вниманием мужчин, привязаны с чревато неприятными моментами в виде слияния с партнером или обесцениванием себя в отношении к слиянию. Чего, конечно, я думаю, вам вряд ли бы хотелось. Поэтому, в первую очередь, я бы сказал, что крайне важно работать с вашим страхом одиночества. Важно работать с вашей привязанностью к человеку, потому что привязанность это то, что может вас делать зависимой. и уже дальше работать с раскрепощенным. Проблемы с мужчинами чаще всего связаны с детско-родительскими отношениями, в частности с отношениями с папой. если у девочки не складывается отношение с отцом, то есть проблемы в отношении с мужчинами тоже. Сюда же и сексуальность, которая также может быть связана с отношением с отцом, если родители не смогли ну, как-то адекватно, если можно так выразиться, понятно для ребенка раскрыть и развивать тему женственности и сексуальности. Что такое стеснение? Это стыд. стыд это установка, что я плохая, я какая-то не такая, я ну, какая-то вот ущербная. А в случае с сексуальностью здесь встает вопрос того, что я какая-то грязная, какая-то развращенная, какая-то порочная и прочее, 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 прочее. И это у вас откуда-то взялось. Понимаете? Откуда-то взялось эта история про подавление своими словами. Ну, в рамках своего подхода к психотерапии я не выделяю женственность как ну, какой-то отдельный аспект личности, потому что в моей бродигме женственностью являются общие чувства, общая, общая, общая эмоциональность человека. И я бы не выделял и не рассматривал бы женственность как что-то такое вот прямо-таки уж отдельно. Поэтому в целом, поскольку вы в целом сняетесь и сняетесь и привыкаете долго к тактильному контакту, я думаю, что здесь скорее вопрос личный границ достаточно серьезно замешан, потому что тактильный контакт, судя по тому, что вы описываете, у вас несколько ну скажем так, не знаю насколько корректно будет слово пугает, да, может быть не пугает, но как-то вот напрягает. Давайте будем использовать такое слово. И опять же связано это может быть с тем, какой у вас опыт. Опыт этого самого тактильного что называется контакта. И вот с этим опытом вашего тактильного контакта на мой взгляд и нужно работать и разбираться. Если вы видите в этом угрозу для себя, то вполне вероятно, что речь может идти про ну некоторую скажем так травматичность, да, то есть вы можете быть стравмированы чем-то и соответственно если это травма, то с травмой вне всякого сомнения нужно работать, потому что ну это травма. и как бы само по себе оно не исчезнет. Вот. И соответственно с ощущением вот в данном случае еще и своей силой с ощущением своей возможности влиять на скажем так ну вот на контакт, на то как выстраиваются отношения между вами и партнером. Здесь вы на мой взгляд как будто бы ощущаете вот свою что называется беспомощность да как бы вот и мне кажется ну мне так вот видится по крайней мере что это может быть серьезной проблем то есть что я пытаюсь сказать вот как бы по факту что я пытаюсь сказать я пытаюсь сказать что как мне кажется сексуальность сексуальная закрепощенность закрепощенность здесь является вторичной но она вообще-то и является вторичной это в принципе нормально что есть определенная вот вторичность в этой истории есть определенная такая вот ну что называется эм что называется наследство проблематика вот сексуальности это наследство не в том плане что она там не дается в наследство а наследство на том плане что, как правило, за ней всегда стоит немножко другая трудность, немножко другая проблематика. И, на мой взгляд, вот, как бы, внимание в первую очередь нужно обратить именно на это, да, на то, вот, например, какого рода у вас, вот, сейчас привязанность к мужчине, да, к вашим, что это за привязанность к мужчине, вследствие чего, например, вы боитесь, там, остаться одна, да, вот, каким образом вы, ну, грубо говоря, вот, ну, доходите до того, что боитесь остаться одна. Вот эти все вещи необходимо разобрать, потому что они напрямую влияют на ваше поведение. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, на то, какого рода отношения с мужчиной в данном случае, да, вы выстраиваете. То есть, если мужчина предъявляет вам такие претензии, выделяя, значит, вопрос сексуальности, как бы, ну, в качестве достаточно важного для него и допуская возможности расставания из-за этого, это, конечно, говорит о том, что, по-видимому, сами отношения вы выстраиваете не слишком глубокие, не слишком личностно ориентированные, потому что если бы вы с мужчиной взаимодействовали как личности, то вопрос секса был бы прямо производным от взаимодействия личности и их, как бы, все было бы, ну, достаточно, достаточно гармонично, так сказать. А здесь же в том, что вы описываете вопрос секса, как бы вынесен во скобки, он обособлен. А с учетом того, что вы чувствуете определенную закрепощенность, вот, то это не кажется случайным, то, что интимная сфера вынесена во скобки, это не кажется случайным от слова совсем, от слова вообще. Это кажется, наоборот, даже не случайным, потому что, ну, вполне возможно, что у вас есть в голове такая позиция, что вы, вообще-то, ну, не привлекательны, как женщина. И вот, бессознательно пытаетесь свести все к тому, чтобы доказать, чтобы доказать себе и, соответственно, мужчине, да, вот, что, ну, вообще-то, вот как женщина, вы никак, вы никак, вот, что вы достойны только того, чтобы быть одной. Вот. Я такое видел, я такое видел довольно часто в своей практике, и как-то для меня это не является чем-то, а-а-а, ну, чем-то таким аномальным, скажем. Но для нас это может звучать как абсурд. Ну, как так, я же все делаю для того, чтобы, там, раскрепоститься, я же хочу, там, и т.д. и т.п. И, там, действует на первый взгляд в интересах, а-а-а, человек. Вот. Поэтому, если, а-а-а, вот, что-то такое есть, да, если что-то такое имеется, то лучше, конечно, этот спектр смотреть, лучше, конечно, этот момент, а-а-а, так скажем, поисследовать, потому что достаточно это, на мой взгляд, важно. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Какой, какой здесь может быть момент? А-а-а, вот. Ну и, а-а-а, последнее, на что, пожалуй, хочется обратить ваше внимание, это на то, что, а-а-а, какого-то, из единого рецепта раскрепоститься, как вы говорите. Нет. Работать нужно именно с вами, а работать нужно лично с вами, чтобы, а-а-а, вам помочь. Потому что проблематика указывает своя, история жизни и личность указывает своя. И мне кажется, что вы достойны того, чтобы, а-а-а, ну, к вам был, к вам был выбран именно что? Индивидуальный подход, а не какой-то вот уже готовый ответ. Вот. Поэтому, если вы и ваш партнер считаете, скажем так, проблемой то, что происходит, обращайтесь вместе со своим молодым человеком к психологу. Вот. И, а-а-а, собственно говоря, а-а-а, мы вам в этом смысле сможем помочь и решить ваши, а-а-а, трудности, ваши проблемы. Вот. Ну, будьте готовы к тому, что, вот, а-а-а, проблематика может оказаться, а-а-а, совсем не там, где, а-а-а, ну, где вы ожидаете. Вот. Просто, будьте готовы к этому, потому что так бывает довольно часто и, соответственно, для, о-о-о, людей это может оказаться вот несколько, ну, неожиданно, скажем так. Вот. Чего бы мне, наверное, не хотелось бы, да, потому что, ну, это сопротивление, что в определенной степени, а-а-а, конечно, конфронтации я, скажем так, вот, мне бы этого не хотелось. Такой вот аспект. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.